Здравствуйте дорогие друзья, с вами Сергей Балакирев и мы продолжаем курс по языку Python. На прошлых занятиях мы с вами познакомились с двумя функциями MAP и FILTER. На этом продолжим эту тему и поговорим о третьей часто используемой функции ZIP. Она для указанных итерируемых объектов выполняет перебор соответствующих элементов и продолжает работу до тех пор, пока не дойдет до конца самой короткой коллекции. Таким образом она гарантирует, что на выходе будут формироваться наборы значений из всех переданных объектов. Давайте в качестве простого примера мы возьмем два вот таких вот списка и соответственно вызовем функцию ZIP. В качестве аргументов передадим эти два списка, ну и соответственно выведем вот эту переменную Z в консоль. Посмотрим, чему она будет равна. Как видим, это некий объект ZIP. Ну, как вы уже наверное догадались, это есть итератор. И элементы этого итератора мы можем перебрать с помощью функции NEXT. Напишем NEXT Z и еще раз ее вызовем. Соответственно, вот здесь мы видим первую пару, вот она, и затем вторая пара. Конечно, мы можем перебрать все эти пары с помощью цикла FO. Обычно так и делают. Запишем FO, X и NZ, потому что это итератор. Итератор мы можем перебирать с помощью цикла FO. Ну, и отобразим вот эти вот пары кортежа в консоли. В конце видим вот такую вот пару 4.8. То есть функция ZIP, она перебрала все пары и дошла до самой короткой коллекции. И мы видим вот последний, это как раз эту вот пару 4.8. То есть вот эту вот 9.10 она не перебирала. Разумеется, вот такой вот итератор Z мы можем пройти только один раз. Если записать функцию print еще раз вот так вот и запустить программу, то увидим только один список вот такой вот. Второй раз он уже не отображается, потому что итератор можем пройти только один раз. Если же нам нужно в программе его несколько раз проходить, то, соответственно, нужно привести, например, к кортежу. Для этого я вот возьму вот такую вот функцию, tuple. И, соответственно, мы можем уже проходить эту коллекцию Z много-много раз. Я ее просто отображу вот так с помощью функции print. И мы видим, что это вот обычный такой кортеж, стоящий из вложенных кортежей. Но когда мы делаем вот такое вот преобразование, имейте в виду, что в этом случае увеличивается расход памяти. Потому что мы сохраняем сразу все элементы в кортеже, а не генерируем их на лету, как это делает итератор. Так что без особой необходимости делать вот такое вот преобразование к кортежу или списку не стоит. Вообще, в качестве итерируемых объектов, вот здесь у функции zip, могут быть не только списки, но и, например, строки. Давайте зададим вот такую строку, которая будет содержать символы Python. И укажем вот третьим аргументом здесь вот эту строку C. Соответственно, если мы в цикле будем перебирать вот этот вот итератор и выведем на экран вот эту вот переменную x, то увидим уже кортеж из трех значений. Причем последнее значение вот такое 4, 8 и h. То есть мы опять же прошли вот первые 4 вот этих вот элемента. Самая короткая коллекция это вот этот список A. И, соответственно, здесь тоже были взяты только 4 символа. Иногда вот эти вот кортежи, которые здесь фигурируют, сразу же и распаковывают. Мы это можем сделать следующим образом. Записать 3 вот такие вот перемены. Имена переменах можем брать разные. И, соответственно, их сразу здесь и отобразим. Запустим программу. И видим вот здесь вот значение распакованного кортежа. Также все вот эти вот кортежи из функции zip мы можем получить, распаковывая их непосредственно вот здесь вот в момент присваивания. То есть написать вот так вот. z1, z2, z3 и z4. Потому что здесь вот у нас как раз 4 кортежи идут. А затем мы их отобразим в консоли. Напишем print z1, z2, z3 и z4. Запустим программу. И видим отображение вот этих вот кортежей. То есть вот здесь вот, когда мы делали вот такую-то распаковку итератора, то неявно вызывалась функция next. И, соответственно, каждая переменная принимает свое определенное значение. То есть вот так вот тоже можно делать. Но при этом мы должны указывать правильное количество вот этих вот переменок. Потому что если, например, вот здесь вот z4 убрать, то у нас программа выдаст ошибку. Потому что ожидается еще одно значение. А мы его здесь не указали. В крайнем случае мы можем сделать так. Распаковать первые значения, а все остальное поместить в z2. Тогда у нас получится, что z2 это вот такой вот список. Ну а z1 это первые значения. И в заключении этого занятия я покажу вам еще одно интересное преобразование, которое можно выполнять с помощью функции zip. Если преобразовать вот такой вот итератор в список следующим образом, а затем с помощью вот такого вот оператора распаковать этот список lz, то мы получим отображение уже не списка, а четырех кортежей. То есть когда мы выполнили вот такую вот операцию, то вот этот тот список был распакован в отдельные элементы. А так как элементами списка являются кортежи, то, соответственно, на вход этой функции print, по сути дела, были переданы четыре вот таких вот кортежа. А раз это так, то по идее вот здесь вот вместо функции print мы можем записать функцию zip и как бы ей тоже передаем вот эти вот четыре кортежа на вход. А на выходе будем получать три кортежа вот с такими вот соответствующими значениями. То есть первый кортеж будет состоять из вот этих вот первых значений, второй кортеж будет состоять из вот этих вот вторых значений, ну а третий, соответственно, из третьих. Поэтому вот здесь вот мы можем прописать так, t1, t2, t3. Сразу распакуем то, что вернет эту вот функцию zip и отобразим на экране. Напишем print t1, t2 и t3. И вот такой вот параметр sap я напишу, чтобы мы эти переменные вводили с новой строки. Запустим программу. И смотрите, как раз t1 это 1, 2, 3, 4, t2 это следующее значение, ну а t3 это вот как раз вот эти вот символы. Фактически вот в этой строчке записано следующее. Функция zip, на вход которой мы передали вот такие вот четыре кортежа. То есть когда мы делали распаковку списка, то мы передали вот эти вот кортежи. И на выходе эти кортежи были сгруппированы вот уже в такие кортежи. Но вот вместо такой операции, преобразования к списку и потом распаковка списка, это не очень хорошо. Мы по идее можем сразу здесь распаковать вот этот вот итератор функции zip. Запустим программу и получим абсолютно тот же самый результат. То есть мы вот к этому итератору вполне можем применять оператор распаковки. Соответственно получать определенные значения, которые передаются как аргументы вот этой функции zip. Ну а она соответственно их обрабатывает и получается вот такой вот результат. Я показал этот пример, потому что вот таким вот приемом иногда пользуется на практике. Надеюсь вот из этого занятия вы узнали, как работает функция zip и ее назначение. Для закрепления материала, как всегда, пройдите практические задания и переходите к следующему уроку.